необычно образованный из-за этого мы тебя часто спрашиваем про него что скажешь он реально имеет хорошее образование у нас есть какие-то факты того что он реально имеет какое-то образование я вообще думаю что слово образование и кадыровский муфти это вообще какие-то не несовместимые вещи образование она подразумевает изначально что человек где-то учится сдает какие-то экзамены познает что-то это же слово образование она все вот вот это все в себя как бы внимает вот эти вот все объемное какое-то значение человек годами где-то учится получает это образование понимаете теперь представьте салах амиже его который годами где-то учится и набирается знаний вы можете себе это представить где и когда в каком вузе в этом мире учился салах межиева и набирался там каких-либо знаний кадыровский муфти межиева человек который годами скакал во время вот этих вот свистоплясок всяких маулидов там и прочих нововведенческих обрядов кушал как можно больше мяса запивая это бульоном как можно жирнее требуя конфет не таких а этаких не карамель а шоколадные там не как они там говорят не аленку а степим там подрывая вот привет примерно из такой категории человек нахватался там каких-то песен и теперь поет всем еще помнишь конфеты степ я скажу не только я их помню буквально неделю назад наверное я их даже кушал был в гостях и там были конфеты степ причем на русском было написано что это степ видимо в русских магазинах и европе продаются эти конфеты как ты относишься к ахмаду дедату и что думаешь по преследованию закира найка и объявление его террористом это напоминает россию если проводить параллели пользуясь случаем передаю привет братьям чеченцам дагестанцы и чеченцы всегда будут братьями ахматовцев не касается алейкам ассалам к ахмаду дедату я отношусь нормально да помилуйте всевышний аллах по поводу преследования закира найка я не не в курсе честно говоря подробности я так краем уха что-то слышал что у него есть проблемы и по моему его индия кажется преследует он находится где-то другой стране по моему что такое но я не не в курсе не потому что не во первых я очень так понаслышке знаком с ним никогда не слушал поэтому ничего конкретного очень не могу сказать по этому поводу как-то прокомментировать так в целом конечно если кого-то преследует обвиняя в том чему он не причастен это конечно напоминает россию безусловно гора хотел бы задать вопрос по поводу мигрантов с ближнего востока в европе почему люди относящие себя к мусульманам ведут себя столь неуважительно к европе насилуют убивают грабят часто видел неподобающие поведения лиц кавказской национальности в москве связано ли это с уровнем образованности гора я думаю это связано с уровнем твоей приверженности пропаганде тому вот насколько тебя пропаганда российская обработала так ты и мыслишь я живу в европе здесь нет никаких вот о чем ты говоришь как микро мигрантов с мусульман которые ведут себя неуважительно европе насилуют убивают и грабят вот ты знаешь здесь я не скажу конечно в целом что я доволен тем как они себя ведут и безусловно соедините такие люди тоже есть наверняка но вот вот так вот эта проблема как ты ее преподносишь ее здесь нет и и она есть только в российских сми там и не пытаются так преподнести и всякие право радикальные партии организации которые тоже есть европе они тоже пытаются педалировать эту тему преподнося это так что вот типа все беды от этой миграции вот они приезжают там за счет этого у нас от криминал растет хотя отчасти они правы и это знаете это как бы логическо логическое как бы тенденция такая когда когда есть допустим некая страна у нее в этой стране есть хорошие люди есть плохие люди есть свои преступники так и так потом приезжают мигранты из другой страны среди этих мигрантов также есть хорошие люди есть и плохие и когда к этим преступникам которые и так здесь были прибавляются еще те преступники их становится больше соответственно и преступности становится больше отчасти они как бы правой но вы это преподносите эту тему так как будто бы здесь вообще все ровно не было вообще никакой преступности все здесь было прямо все белые пушистые приехали плохие ребята с ближнего востока и здесь появилась преступность но это не так да она и и конечно стало больше по понятным причинам которые я только что тебе объяснил но это неизбежный результат и с этим когда европейские страны подписывали конвенцию они понимали что это так будет они понимали что миграция она не будет способствовать сменьшению о уменьшению преступности они понимали это то есть они знали на что они идут а так в целом я конечно согласен с тем что приезжающие с ближнего востока люди и особенно с африки они к сожалению очень часто ведут себя не так как хотелось бы мне не так как подобает вести себя мусульманам это действительно проблема которая мне непонятно мне непонятно почему они ведут почему в арабских кварталах во франции грязно и очень некрасиво а во французских допустим чисто и красиво я не знаю почему так происходит мне тоже очень интересно знать ответ на этот вопрос африканский квартал я вообще молчу поэтому отчасти я конечно согласен с этим вопросом да но только отчасти не в такой форме как как ты его задаешь ты его задаешь прямо в типичной такой российской пропагандистской такой форме конечно на самом деле дела так не обстоят часто видел неподобающее поведение лиц кавказской национальности в москве связано ли это с уровнем образованности знаешь я часто видел неподобающее поведение от лиц русской национальности в европе как ты думаешь чем это связано с уровнем образования Когда как ты относишься к тому, что Эчкерия заключила договор с Россией и почему нарушила его нападение на территорию России? Эчкерия заключила договор, но его не нарушала, это неправда. Нарушила договор России. На Россию Эчкерия не нападала. На Россию, на дагестанские два селения, как они говорят, что напали, напали конкретные группы вооруженные, которые не были ни регулярной армией Эчкерии, они не действовали по приказу верховного главнокомандующего Эчкерии. То есть это были вооруженные группы, которые напали. И нигде в мире никогда при таких обстоятельствах не говорят, что это одно государство напало на другое. И плюс к тому, даже сам этот факт тоже на самом деле не является нападением, потому что там на самом деле российские войска напали на два села дагестанские, блокировали их и эти ребята пришли им на помощь. Поэтому я не говорю, что они сделали правильно, ни в коем случае я не оправдываю, но мне нужно приписывать это Эчкерии. Субтитры создавал DimaTorzok